Пилотов, разбившегося в понедельник под Каннском истребителем МиГ-31, по информации медиков, выписали из Красноярской краевой клинической больницы и перевели в военный госпиталь. Состояние летчиков стабильное, врачи провели комплекс необходимых обследований. Напомню, летчики потерпевшего крушение самолета были обнаружены и эвакуированы поисковой группой. Источник в Министерстве обороны России сообщил, что угрозы их жизни и здоровью не было, в скором времени они должны вернуться в строй. По предварительным данным, причиной аварии МиГ-31 стал отказ техники. При столкновении с землей боевой самолет был полностью разрушен и не подлежит восстановлению. В ходе отработки учебно-тренировочной задачи истребитель потерял управление и упал в лесистой местности в 40 километрах северо-западнее Каннска. Самолет выполнял полет без боекомплекта, его падение не привело к разрушениям на земле. Для расследования причин крушения на место происшествия вылетела специальная комиссия Министерства обороны России, в составе которой специалисты службы безопасности полетов авиации вооруженных сил и главного командования ВКС России. «Без 15,8 где-то это было, со стороны Каннска, вот в небе, ну было свечение яркое, а позже уже смотрю, ну полетело в сторону Пермякова, Красного Курыша, но уже в воздухе выгорело, видать уже, ну или двигатель загорелся или что, и потом, ну вспышка была». «Около восьми часов они зашли, думаю, говорят, что вроде как что-то вспышка какая-то. И Росслав, он говорит, что самолет, говорит, как иззади, говорит, это, как горел. Ну все, как бы, я думал был, сам не видел. Жена с ребенком выходили, смотрели».